Приятные моменты для разгона. Сейчас настало время представить аудиторию вас, Андрей Алексеевич. Поэтому сейчас будет час с разработчиком, и информацию, которую вы сейчас не получите больше нигде, ее можно охарактеризовать просто. Взгляд в будущее. Самые передовые разработки нашей компании, самые свежие идеи из первых уст, сейчас внимание на экран. Уже до протяжения более 20 лет принимаю продукцию компании. Каждый препарат уникален и выполняет свою функцию по поддержке организма. В своей практике успешно использую препараты ArtLife в работе с детьми с задержкой развития, расстройством аутического спектра. Работа с каждым ребенком индивидуальна. Эффект от терапии поражает родителей. Моя профессиональная деятельность связана с коррекцией проблем опорно-двигательного аппарата. Программы великолепно работают, помогают восстанавливаться огромному количеству пациентов. Создатель философии здоровья ArtLife. Разработчик важнейших рецептур, продуктов и технологий. Человек-легенда. Андрей Вековцев. Директор по науке и производству компании. Кандидат технических наук. Доцент кафедры пищевая индустрия и функциональное питание. Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии. Андрей Вековцев. Один из тех, кто стоял у истоков создания ArtLife. Разрабатывал продукты и технологии. Организовывал производство. Работал и продолжает работать над повышением профессионального уровня партнерской сети. Участвовал в разработке законодательной базы по применению биологически активных добавок. Готовил учебники по их применению. Благодаря усилиям Андрея Алексеевича, в компании выращены десятки инженеров, лаборантов, разработчиков. Созданы научно-исследовательские и производственно-экспериментальные лаборатории. Неравнодушный, увлеченный, абсолютно преданный своему делу. 25 лет он генерирует прорывные идеи. Видит перспективы и не устает открывать новые горизонты ради одной цели. Во благо здоровья человека. Спасибо большое. Огромное спасибо. Уважаемые друзья, конечно, это не моя заслуга. Это заслуга компании, в которой можно работать, творить в ускоренном темпе, потому что время у нас ограничено, у каждого человека, так скажем, активной деятельности. И созидать идея вперед, через бурьяны, через какие-то неизвестности, потому что то, чем мы занимаемся сейчас, это просто терринкогнито. И нужно успеть создать технологию, внедрить, получить результат, чтобы результаты были у вас. И, конечно, только в нашей компании возможно. Почему? Потому что весь путь, который проходит компания, начиная с нашего дня рождения, это путь создания индустрии биологически активных добавок пищи, цивилизованные подходы, создания науки, нутрициологии на основе тех знаний, которые нам в свое время дали, врачебных, медицинских. И эту деятельность мы сейчас продолжаем. Продолжаем в университетской сфере. И появляются новые специальности в вузах города Томска, в частности, в медуниверситете, в государственном университете, в политтехническом университете. И вчера были лекторы, вот Роман выступал, до этого, выпускник Томского политтехнического университета. Потому что жизнь находится в определенной сфере, которая не привязана только к биохимии или к медицине. Или она питает корни из всех источников, которые есть вокруг нас. И принципиально, именно рассматривая нашу физиологию, наше бытие с точки зрения эволюции, с точки зрения того, что человек есть, как биологический вид, как физиологическая машина, которая потребляет, живет в окружающей среде. И мы осуществляем наши подходы. Хотелось бы сказать, что очень активно развиваемся, инвестируем большие средства в развитие новых направлений, новых технологий. И в этом году, Александр Николаевич не стал рассказывать, я скажу, что компания только в биотехнологии инвестирует 2,5 миллиарда рублей в ближайшие перспективы. То есть, часть идет на строительство, часть идет на закупку совершенно нового оборудования, масштабирование технологий. Помимо тех вложений, которые мы вынуждены вкладывать в те технологии, которые есть, в таблетирование, в пленочные покрытия, развитие стандартных уже для нас процессов. Это все делается параллельно и темпы иногда настолько самих поражают. Почему? Потому что эти процессы идут одновременно. При этом мы продолжаем работать, развивать новые технологии и нужно успевать их тоже обеспечивать всем необходимым, включая и клинические испытания, реактивы, материалы, лаборатории создавать новые, которые в компании сейчас у нас 7 лабораторий. И планируется большая эпигенетическая лаборатория, которая будет заниматься генетическими методами. Поэтому меня вчера спрашивали, а как вам приходит в голову, как создается у вас какие-то идеи, мысли. Ну, во-первых, вы все знаете нашу, так скажем, динамику нашей жизни в области питания. Когда-то мы, отправляя детей в пионерский лагерь, говорили, что нам нужны жиры, белки, углеводы. Ребенок приехал худой, плохо кормили. Да, и нужно, как говорится, побольше есть. А потом, оказывается, что нужно еще компенсировать какие-то дефициты. У нас была программа йод, солиодированная. Потом у нас появились, значит, знания и подходы, давайте будем обогащать группой В, витаминами, различными другими минеральными составляющими. И вот эта история, так скажем, и стала лежать в основе развития нутрициологии как таковой и продуктов, которые появляются на рынок. Но сегодня, если рассматривать, что совершенно недостаточно, мы это давно поняли, стали развивать больше вглубь и вширь те аспекты, которые сейчас у нас разрабатываются. Это влияние окружающей среды. И вы вчера видели прекрасные препараты, которые регулируют наш быт, мощные средства. Ведь мы живем в экосистеме, которую сами создаем сегодня. Она значительно отличается от той экосистемы, которая была у нас в лесу или в пещере, когда мы жили. Поэтому эти подходы, они должны быть современны сегодняшнему дню. Конечно, вчера был замечательный доклад, когда докладчик говорит, да, у нас геном неандертальца. И наше питание должно соответствовать тем продуктам, тем возможностям, которые и создали эволюционное нас. Абсолютно верно. Но сегодня мы же не можем с вами выйти, да, и где-то собирать по лбу пшеницу, которая содержит меньше глютена, крахмалов различных, да. Или, там, выпуская ребенка в песочницу, вы смотрите, чтобы там собачка или кошка не напакостила. Нет контакта с природой. Нет доступа к той биоте, которой мы создали ее другую вокруг себя. И для нас этот мир, который существовал раньше, как космос, мы не можем в него выйти без скафандра, без одежды, без каких-то средств защиты. Если раньше мы бегали босиком, грязными руками ели яблоко, вот так потеряв его, а пиджак, да, пожевав жвачку одну по очереди, мы поменяли свой микробиот, поделились ей. То есть сейчас мы все, так скажем, не получаем эти вещи. И вот, к примеру, вчера был замечательный доклад, да, Наталья Анатольевна глубоко раскрыла тему клиническую апробацию, которую провели. Ну а если вот раскрутить, просто вчера был вопрос, а как вы к этому пришли? А вот так и пришли. Существует сегодня понятие, так называемый лоу-джин, малый геном. Мы теряем часть биоты, которая создавала эту природу, создавала нас, контролирует нас. И сегодня мы именно в этом свете будем рассматривать те разработки, о которых говорим. Когда впервые была открыта молочнокислая бактерия, которую назвали в честь открывателей, там немец, раутерия, лактовацилус раутерия, да. Это было в 60-е годы. Те исследования, которые проводились, показали, что у 50-60% населения она присутствует в биоте. При этом этот микроорганизм, он передается с молоком матери. Кто-то вчера спрашивал, откуда мы ее взяли. Она достаточно широко была распространена. Там, где есть у ней пищевой ресурс, по сути дела, есть способ передачи. То сегодня только 10% имеет собственную лактовацилу раутерия, которая очень важна, как оказалось, для нашего здоровья. Ну, к примеру, контроль за стрептококосмутанцем. То есть это микроорганизм, который поражает кариесом наши зубы. При этом эта раутерия, она прекрасно адаптируется и прикрепляется к разным слизистым, включая ротовую полис, разное отделы желудочно-кишечного тракта. А вы посмотрите, вчера было разучало, да, динамика роста аутизма. Она соответствует вот этим потерям. Мама не кормила, мама лечилась антибиотиками. Ребенку негде взять. При этом исследуя вот аспекты связанных с раутерией, оказывается, она очень многие вещи творит в нашем организме полезно. Во-первых, она бифидогенный фактор. То есть продукты метаболизма стимулируют колонизацию другими микроорганизмами, полезными для нас. Почему? Она производит В9, В12 и другие важнейшие витамины. Откуда они берут наши микроорганизмы? Они берут у друзей, у соседей для своего развития. Конъюгация желчных кислот. Вы знаете, для того, чтобы нам усваивать липиды какие-то, нам необходимо все время эмульгировать. Столько мы произвести не можем. Идет постоянно обращение, да, там 5-6 раз мы должны отщепить и потом снова усвоить. И это влияет на уровень холестерина, липопротеидов низкой, там, высокой плотности и очень низкой плотности. Примерно 12% показывает статистика у людей с отсутствием лактобациллора аутерии. Уровень холестерина выше, чем у контрольных групп. Уровень усвоения витамина группы Д. Исследование показывает, что на 25% ниже в плазме циркуляция активной витамина Д у людей с дефицитом этого микроорганизма. Обмен трептофан. Вот вчера, опять же, Наталья Анатольевна и ребята показали на слайде отзыв академика Козлова, который приезжал к нам в Томск, иммунолога, о нашей работе. И он задал вопрос по метаболизм трептофана, роли его в онкогенезе, в развитии тяжелых патологий. Как иммунолог он видит, что почему вдруг опухоль перестала отвечать на или контролировать наш иммунитет и стала недоступна для действий микрофагов и других систем. Она подавляет, она мимикрирует так, что наша иммунная система не видит. Вот как слепой котенок. И она прекрасно растет. И вот эти процессы связаны с этой аминокислотой, которая метаболизирует в нашем организме. А это незаменимая важнейшая аминокислота, из которой, опять же, лактобацилл и раутерия, из трептофана производят всем хорошо известный нейромедиатор сиротонин. Вот вам еще один выход на аутизм, на дефицит, связанный с нейромедиаторами. Синтез мелатонина, это тоже еще один маршрут, обмена трептофана. Интоксикация другими метаболитами, производными индола. Это токсичные компоненты, которые мы тоже имеем из трептофана в нашем организме. И так далее. То есть, один микроорганизм, могу сказать про хеликобактер пилори, который она тоже контролирует у людей, у которых в порядке все с раутерия, нет язвенной болезни, гастритов, патологии, связанные с микроорганизмом хеликобактер пилори. Вот наш образ жизни, который привел нас к дефицитам, к потере биоты, к проблемам, которые развиваются на разных фронтах. И, конечно, мы можем придумать какие-то лекарственные препараты, но пока мы не восстановим статус-кво, нам сложно будет с этими проблемами что-то решать. Этих проблем станут все время больше, которые мы называем болезнью цивилизации. Поэтому просто обеспечивать, обогащать витаминами наши продукты, конечно, совершенно недостаточно. То есть, мы развиваем наше направление, именно связанное с эволюционным. Отсюда развитие биотехнологий. Потому что если, вот опять же, вчера был доклад, где говорят, что давайте нужно питаться, как мы питались в древности. Ну, где мы это возьмем? Вот каждый из вас где? Не у всех дачи. Не квасим капусту, не квасим яблоки, не квасим грибы. Поэтому, вот сегодняшняя концепция, она должна быть такой, чтобы мы могли компенсировать сегодняшние товары, пищевые продукты, реабилитировать наше питание через специальные подходы, которые будут доступны и которые будут по вкусу. Потому что человек говорит, а я не люблю это, я не хочу это пить, у меня вот не нравится. Вот я люблю кока-колу пить там с квасом, с пивом, ну или еще с чем-то там, с какими-то другими вещами. Поэтому только библиотеки, технологии современные может дать, для этого нужно их создать, найти эти культуры. Вот здесь на слайде, вот у нас, видите, 250 штаммов, да, в библиотеке, которые мы имеем, как эта библиотека, она все время растет, в собственном арсенале, потому что этих микроорганизмов совершенно разные свойства. Даже имея один вид, мы должны понимать, что они, потеряя способность ферментировать, почему у нас три штамма раутерии в этом продукте, который вчера, ну, я на примере просто рассказывал, потому что они разные. Потому что только один из них может нам повышать достаточным образом уровень окситоцина. Другой занимается синтезом от группы В больше, а третий производит раутерин. Это сильнейшее антибактериальное вещество, которое микроорганизмы, ну, для того, чтобы конкурировать, между собой выделяют, но на нормофлору раутерин не действует. То есть они не восприимчивы к этому, так скажем, продукту. Эти все вопросы нужно изучать, иметь свои библиотеки, знания, чтобы создать хотя бы предпосылку. Дальше к нам обращались из Союза российских неврологов, психиатров, председатели. Говорят, ну, мы в форматупике находимся. У нас нет тех средств, которые бы значительно влияли на коррекцию психических состояний заболевания. И вы сразу увидели, что у нас появились там и одеприим там, да, препараты. А работа началась, когда мы стали изучать, а кто может нам производить гамм. Как гамма-именомасляную кислоту, как замкнуть наши дефициты, опять же, потому что этот нейромедиатор производится в кишечнике, в микроорганизме. Биафиды, бак, там целая группа их производит. И производят их из тех продуктов, которые мы должны съедать. А мы их не едим, мы их заменили кока-колой. И они посидели-посидели, и нету их там. И вот у мамы нету, в рационе нету. Ну, кто-то еще там и водку пьет, вымывает остатки. В большом количестве какие-то другие токсиканты. И эта проблема тоже не решится одними фармпрепаратами. Эту проблему надо решать тогда с помощью комплексов, которые достоверно, грамотно будут обеспечивать этот пул метаболитов, которые необходимы для того, чтобы мы правильно созревали. И Наталья Анатольевна вчера говорила, в каком возрасте это очень важно. Два-три года. Потом ничего не сделаешь, не наверстаешь. Очень сложно это делать. Поэтому все эти вопросы нужно решать правильно, вовремя и масштабно. То, что синтез токситоцина, я сказал, трептофана, обмен. При этом этот микроорганизм достаточно распространенный и неприхотливый. В отличие от других, которые прихотливы. И чтобы с ними, так скажем, подружить человека, нужно очень-очень много приложить усилий. И в частности, вот я начал рассказывать про синтез гамм. И нужно так накормить правильный микроорганизм, чтобы он, во-первых, научился это делать. У нас есть штамм, который 100% ипспамутов из предшественников производит. Гамминомаслую кислоту и его метаболиты. Это штамм лактобацилус козеи. Там бифенобактерии лонгум есть у нас штамм. И вот большая работа, где мы перебрали огромное количество микроорганизмов, которые при определенных условиях эти условия создать нужно, для того, чтобы получить значимый результат. И вот появился у нас препарат, о котором мы мечтали. Или при этом есть еще, Наталья Анатольевна рассказывала, значит, история про один микроорганизм, бактериоидос, сейчас забыл его название, которые, вот последние исследования говорят, что у детей с аутизмом его тоже нет. Фрагулис, да. А почему нет? А потому что мощнейший эндотоксикоз таким соединением протокриазот. То есть это фенольная, химическая такая штука, вы знаете, криазотом шпалой пропитывают, да? Которая образуется в результате метаболизма фенолов. Которые широко представлены. Ну, в природе, в питании у нас и так далее. Полифенольные соединения. И неправильный, так скажем, разрешенный метаболизм. И у этих детей в 46 раз его больше, чем у детей с наличием этого микроорганизма. Вот еще работа предстоит. И, конечно, я просто как пример на нем застрял. Хочу сказать, что данный продукт, он не только для детей с аутизмом. Почему? Ментал, ментальное, психическое здоровье. Он для любого ребенка, для любого ребенка, которому мы улучшим состояние и биоты, и настроение, и уровень развития, и обучение в школе. Он абсолютно безопасен. Вчера я обратил внимание, что новые продукты докладывали именно с точки зрения патологии. Сегодня доктор замечательно сказал, да, я 20 лет лечил и больных, а сейчас я занимаюсь здоровьем. И вот нам бы тоже хотелось именно говорить с этой точки зрения, а то, что делалось и говорилось вчера, это, конечно, выжимная мера, как показать яркий пример, как это может работать, когда есть уже процесс, когда есть уже серьезная проблема. Здесь те направления, о которых, ну, я уже говорил до этого, сырье, которое мы производим. Особенности какие, я еще раз хочу подчеркнуть, что в кишечнике у нас молока не бывает, мы выращиваем, разработаны субстраты, на которых мы выращиваем наши культуры, они без молока. Они должны делать и перерабатывать ту среду, которая у нас находится в кишечнике, это первое. Второе, мы их выращиваем не как одиночные культуры, а как культуры, которые должны вместе создать, вместе работать, как единый метаболический орган. И вчера в докладе вы тоже слышали, да, что это единый орган. То, что мы, познавая законы, еще понимаем, что их нужно высаживать на определенные поверхности, потому что не растут они в свободном полете. Они могут только путешествовать в не очень активном состоянии, там на частичках пыли, там на какие-то поверхности, но как только она прикрепилась, это уже живая колония, она тут уже размножается. Именно вот эти формы, они очень хорошо готовы, приспособлены для того, чтобы заселять наш кишечник и начать продуцировать те продукты, которые мы ожидаем. И эта работа тоже у нас активно ведется. Для этого мы используем различные поверхности, которые могут обеспечить технологические свойства и безопасность для микроорганизмов и для нас. Это продукты, которые необходимо тренировать, чтобы научить человека быть кочегаром или токарем, его нужно научить, заставить это делать. Это тоже входит в нашу работу, и мы обеспечиваем специфическое, так скажем, воздействие на микроорганизмы, заставляя их, захочешь куда деваться, выживать сильнейший, нарабатывать нам те метаболиты, которые нам хотелось бы, которые, в частности, пропиосилен мы получаем, получаем различные витаминные группы В, йод, ну все что угодно, то, что, в принципе, достаточно большое количество наших таких продуктов. Вот вы знаете уже те продукты, о которых мы вчера говорили, сегодня будем говорить, субстанции, которые закладываются в эти продукты. Вот такая схема, ну понятно, что она для многих знакома, причина наших дефицитов, нашего, так скажем, проблемы с нашим здоровьем. Вот последняя, так скажем, статистика по заболеваемости, можно посмотреть, рост сахарного диабета, других заболеваний на 100 тысяч человек, это вот 18 год данные. Мы видим, что все достаточно так плавно и постепенно увеличивается, и в негативную сторону. Несмотря на развитие фармацевтического рынка, науки, возможностей, диагностических возможностей. И вот на фоне вот этих, так скажем, процессов, о которых я рассказываю, просто не знаю, как там по времени, мы хотим создать новое питание и называть его корректирующим питанием. Нам сложно будет очистить полки в магазине, мы не выйдем на улицу там с какими-то палками, чтобы грабить там или еще что-то, или колбасу отбирать у людей. Но только пропаганда и подходы позволят человеку, который, ведь ни одна хозяйка говорит, я своим детям добра не желаю. Любая мама хочет здоровья своей бабушки, семье, но она идет в магазин, несет домой то. В лучшем случае, там она, ну, не знаю, больше клетчатки возьмет, там еще чего-то как-то, по каким-то там возможностям. Но это не будет на постоянной основе. Это будет эпизодическое рвение, желание, пока там какие-то стрессовые ситуации не произошли. А как поставить это вот на постоянную базу? И вот для того, чтобы создать не суп, не кашу, а новую линейку продуктов, мы вчера начали об этих продуктах говорить. Это продукты про биоселекшн. Почему селекшн? Селекционер. Это ученые, которые делают, естественно, отбор, выращивают нам нужные помидоры, огурцы, но только в нашем кишечнике в виде биоты. И для этого нужно тоже условия. Вот в этот продукт мы закладывали эти условия для того, чтобы получить максимальный эффект. Дальше. Те хронические заболевания, при которых... Вот врачи знают, да, что раньше мы по Покровскому были стол номер один. Один А, один Б, там пятый, девятый. Сейчас, по-моему, этого вообще ничего нет. Вообще ничего. То есть еще хуже стали относиться к науке о питании, которая создала всю природу, все живые существа. Законы этой науки. В лучшем случае, я не знаю, ну, в санаторий там напишет что-то без лютена или еще что-то, ну, человек сам разбирайся. А написать-то можно, да, но где взять это? Вот где простому, да, я сам тоже человек, как говорится, уже не молодой, вот, с ноутбуком или с какой-то, я не знаю, с паргалкой ходить можно, не можно. Там справочники, ты в магазин не пойдешь. То есть это понятно, что декларативные вещи. Но если мы будем специальными, концентрированными продуктами, которые не меняют ваш основной рацион, не заставляют вас есть это целый день. Допустим, косвосуставная патология, да, и остеохондрозы, там, и наши остеоартрозы различные, и другие, так скажем, дисплазии, там, среди ткани. Где человек просто дополнительно потребляет активные функциональные ингредиенты в особой форме, при этом это все вкусно будет, да, или сердечно-сосудистая патология. То есть это продукты, которые можно вводить в рацион, дополнительно расширяя и активное воздействие, потому что это нужно делать каждый день, понимая, что это нужно делать каждый день. Но для этого нужны базовые продукты. И базовые продукты, конечно, ну вот такая картинка, которую я люблю показывать. Почему? Да потому что она сегодня, как нельзя, лучше объясняет и подходы, которым мы должны обеспечивать наше здоровье. И наши продуктовые линейки различные, сорбенты, вчера вы про рекорд слышали, да, там у нас еще там много разработок, все ждут Гутавиву, это все сорбенты, 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 которые призваны там снижать уровень интоксикации эндогена или экзогена, коррекция витамины и минералами, коррекция аддитивная, это как раз вот этими метаболиками. То есть вот комплекс, который нужно обеспечить, подойти к решению тех или иных проблем, связанных со здоровьем. И вот Шендер Б. Саркадыч, это большой друг компании ArtLife, который создал, так скажем, подходы, понятия и определения многих современных направлений. Он является отцом метабиотиков как таковых, термина. Вот горячо поддерживаем, был много раз в ArtLife, мы с ним много встречались, разрабатывали, даже встречались, когда у меня ребята лечили с остеохондрозом. Я приехал на конференцию, меня скрутило после чемодана. Мы в номере в гостинице сидели целый день, он специально приехал из Санкт-Петербурга для того, чтобы мы провели совместную встречу и работу. Поэтому термин метабиотики, это такой широкий термин, который позволяет сегодня как-то определять подходы к этим соединениям, их концентрации, безопасности, верификации, стандартизации методов контроля и какое оборудование принимать. То есть нормировать, это все требует очень большой работы. Их достаточно много. На сегодняшний день известно их уже порядка 20-25 тысяч. Ну вот еще одна картинка. Те продукты биотехнологические, которые мы разработали и используем активно уже в нашей деятельности. И вот вернусь к пищевым волокнам. Вчера говорили про них много, и вы должны понимать, что пищевые волокна – это такой образ собирательный. И все, что человек, как говорится, получал, выходя из каменной пещеры, он не имел холодильника, кафешки за углом, бабушки, не знаю, с печкой, с тестом, с каким-то. И пища добивалась в поте лица своего. И создавала нашу адаптацию к тому, это на протяжении огромного периода времени. Это десятки и десятки тысяч лет, когда формировался наш гетеротрофный такой тип питания. Потому что мы ни львы, ни хищники, ни травоядные, ни коровы, ни быки. Вот мы такие. У нас зубов нет, клыков нет, чтобы бегать, как зайцы. Тоже не можем. Но адаптироваться, вот смотрите, сколько настало. Почти 7,8 миллиарда на планете. За счет того, что мы очень гибко можем адаптироваться к питанию. И к достаточно широкому спектру. И поэтому, если этот мишка кала ест, там один винт бамбука, ему легко. Дали бамбук, все, вот его и еда. А нам надо много. И разнообразно. И менять. И разнообразие биоциноза тоже от этого зависит. И эти вещи, которые мы сейчас говорим, они лежат в основе нашего иммунитета. В основе нашего бытия. Я всегда привожу пример, что у червяка вообще головы нет. У него одна кишка. И вот даже там песня есть. Поползет раз, разделили лопатой. Два брата поползло. Потом еще хлоп, хлоп, четыре брата поползло. Мы так не можем, к сожалению. И наш метаболизм целиком завязан, правильный метаболизм, на тот генетически детерминированный тип питания и выживания, который мы заработали эволюционно за огромный период времени. И резкого менять не получается без вреда для нашего здоровья. И вот наша проблема, это есть как раз смена резкая этих продуктов, которые пожирнее, побольше, повкуснее, послаще. И наша клетка говорит, хозяин, я не знал, что только ты будешь есть сладкого. Я не готова, убежать я с тебя не могу. Мозги я тебе тоже не могу переделать. Я начинаю страдать, но пытаться выжить, создавая адаптивную реакцию, которую мы называем диабет второго типа, допустим. Или атеросклероз. Куда девать-то? Или болезнь Альцгеймера. Куда синуклиин распихивать? Она вынуждена создавать рецепторы. Иммунная система должна возвращаться, адаптироваться к этим процессам. И вот пошел процесс другой, который мы потом лечим с помощью стэнов, еще чего-то, затронуть или других методов. А все очень просто, потому что на самом деле в природе все есть. Просто нужно правильно заниматься своим рационом. Как это сделать? Мы знаем, что сегодня 30 грамм пищевых волокон, разных пищевых волокон должно быть в нашем рационе. Почему? Это очень много. Вот посмотрите, 2 килограмма капуста. Кто съест? Не получится. Вот для детей, ну примерно 15 грамм, там 20 грамм. Конечно, там зависит и от всевозможных, там веган, не веган, но тем не менее это очень много. Различные виды клетчатки. Это мы условно называем клетчаткой, потому что каждая соринка, как у нас Татьяна Анатольевна, она очень такая юморная женщина. Она говорит, да у нас каждая соринка витаминка. На самом деле. И сколько существует видов клетчатки, есть предпочтение к ее ферментации разными видами микроорганизмов. И мы получаем совершенно разные на выходе продукты, полуфабрикаты, и которые все важны. Потому что, когда человек выходил из пещеры, он собирал то, 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 он не дифференцировал. Пришла там осень, там зима, там еще что-то. Эти процессы, они всегда шли с нами рядом совершенно. И вот посмотрите, есть пищевые волокна, которые мы можем ферментировать, которые не можем ферментировать. А есть пищевые волокна, которые ферментируют микроорганизмы, а мы их не ферментируем. Они разных там. Это полисахариды, целлюлозы, легнин. Легнин вообще, это, вот из нее, знаете, делают эти паркетные доски, вот эти веранды. Вот, он не переваривает. Но он тоже важен, как носитель, как абсорбент, как поверхность для микроорганизмов, как фильтр, на котором они живут, на котором они трудятся. Камея, дислизии. Их огромная кальция. Почти говорят, что пища должна быть разнообразной. Без пищевых волокон у нас никогда не будет здорового микробиота. Никогда. Говорят, что бы мы ни делали. Так, сейчас я малинку переключу. А вот как влияют эти продукты на экспрессию генов, то есть на включение и выключение, на активность. То есть это реально прямое воздействие на наш геном и на синтез наших белков, в том числе практически всех белков. Именно глобулинов, ферментов, я не знаю, там. Вот посмотрите, инулин, да? Ин это инулин, олигофруктоза, гуаровая смола, арабиногалоксаны, арабиноксиланы. Резистентный крахмал, наверное, вообще не слышали многие из вас. Сегодня резистентный крахмал является программой долголетия, он принял до 30-го года, куда вот резистентный крахмал ходит как основа для правильного питания пожилых людей. Есть еще резистентные белки. Ну, белки, которые мы не перевариваем, допустим, их микробы переваривают. Помните, у нас «Золотой кокон» была программа, да, вот косметическая, там белок этот... Да, да. Вот он как раз относится к этому разу. Это белки грибов, которые, знаете, говорят, вот грибы ты не усваиваешь. Да, мы не усваиваем. Но микроорганизмы их прекрасно усваивают, делают из них нужные нам молекулы, которые мы потом, в последнем, я расскажу тоже, используем для коррекции тех или иных состояний. Вот наши исследования, которые показывают, а какие микроорганизмы, что могут ферментировать в доступном, скажем, пространстве. Это лактобактерии, бифидобактерии, козеи, болгарская палочка. Одни с удовольствием, другие по нужде. И для того, чтобы потом получить заданный конечный результат, мы вынуждены делать эту работу, изучать их поведение на разных средах, при этом разных культур и разных штаммов, подбирать еще для вот этого процесса. Здесь вы видите фуковидан. Это фукоза, знаете, такой есть моносахарид, который сегодня относится к причинам долгожития японцев, который питается водорослями, там ныряет. И при ферментации его фуковидана получается фукоза. Есть целая группа минорных сахаров, которые мы широко сейчас используемся. Это рибоза, моноза, ну, рибоза. ДНК, РНК, дезоксирибонуклеиновая кислота. То есть там есть молекула рибоза. РНК, рибонуклеиновая кислота. Там есть молекула рибоза. А почему она там есть? А ее бактерии туда присоединили. А зачем они ее присоединили? А потому что витамин, так называемый, B3, никотинамид. Ну, кто ПП его называет, или никотиновая кислота. Это активная форма, единственная является никотинамид-ребозид. Которая нам дает, ну, так скажем, бескислородное дыхание. НАТ, НАДФ. Флавоновое, правильно сказать, чтобы не картовое дыхание. То есть вот пошла история. Потому что то, что мы с вами используем, там, никотиновую кислоту, это же лишь возможная форма, из которой нам бактерии сделают и присоединят. А не то, что мы съели витамины, стали бакатами и счастливыми, ничего подобного. Это касается многих лекарственных препаратов. У одних помогает, у других не помогает. А почему? А потому что бактерий не было, которые могли из него приготовить нам тот метаболит, который стал лекарством. Не в печени, а в кишечнике. Поэтому, опять же, видите, вот каждая соринка витаминка. Но если мы не имеем этих подходов, да, вот сейчас вот я перескочу немножко, чтобы понятие было. Все слышали? Энтеральное питание. Что это за питание? Это вынужденное питание, которое используется для больных, которые сами не могут адекватно принимать пищу по тем или иным причинам. Есть пара энтеральная, когда вот вену капает, просто не спрашивает, да, там, водит. А энтеральное питание, когда человек через зонт, там, через фистулу каким-то образом. Это онкобольные. И мы работаем, вот тоже друг Наталья Анатольевна, ребята, которые в Омске имеют, у них молочная кухня. Где делать концентрированные продукты для больных, которым нужно много белка. Это ребятишки. Мы с ними работаем, тоже для них создаем, так скажем, основу, полуфабрикаты. Вот они запустили у нас и развиваются. И там еще хотят приехать следующие, там, тоже ученые. По грибам, кстати, вот они создали там продукты в Германии. Они говорят, мы сейчас начали там регистрацию, и все закончилось, перейдем к вам. Именно вот с грибами. И энтериальное питание – это высококонцентрированный продукт, вынужденный продукт, который содержит не менее 1 грамма на миллилитр белка. А в некоторых случаях до полутора грамм белка на 1 миллилитр. Мелкими дозами, для разных состояний. Ну, почему я сейчас на этом акцентирую внимание? А потому что раньше мы говорили, заболел человек тяжело, холод, голод и покой. Ну, врачи, да, помните? Холод и голод и покой. И вот, когда мы холод, голод и покой, то оказывается, это не совсем так. Выживаемость тяжелых больных, если мы начали первые 48 часов давать питание, мелкими порциями, во много раз выше, чем от холода до голод и покой. Почему? А нет эндотоксикоза. Потому что это абиота, которая… Она же не может не есть. Ну, вот вы поставили дрожжи, да, там, закваску на, не знаю, там, тесто, и ушли в кино. Приходите, ой, забыла, покрещу их, там, или на солнышко выставлю, там, детка им полечит. Ну, их, вот все, потеряли, да? Они не могут ждать. Раз они живые, скорость у них размножения колоссальная, их не стало. А в это время их не стало, появились кто? Да, патогены, которые… Они тут рядом, там идет жесткая конкурентная борьба. И у нас восходящая инфекция, у нас септическое состояние, у нас поражение панкреостом и других органов. И мы этих больных потом… Потому что вернуть потом, они не уступят, уже очень сложно. И запустить метаболизм. Я просто специально вот в этом остром примере говорю о том, как важно их вовремя кормить, чтобы не потерять. Не бывает только, что я сегодня поем, а через неделю еще раз поем. Их не будет там. Это каждый раз шаг вперед, обратно, шаг вперед, обратно. То есть они должны постоянно получать согласность с ритмом жизни, с ритмом урожая. Вот интересно, есть передача у англичан, они играют в игру, как раньше питались. Допустим, вот они одеваются, колотушками тесто бьют, зерно выращивают на старыми технологиями. И вот пытаются, говорят, каждый раз была новая похлебка. Каждый раз была новая. Сегодня крапива выросла, завтра выросла у нас ботва. И каждый день вместе с природой человек живет этой жизнью. Вот с доступными. Сегодня вот мы ели там корень лопуха, завтра там еще что-то. Раньше саранки у нас собирали. Ну так жилте, но мы по-другому сейчас, конечно, не пойдем в лес саранки собирать, там, или грибы на асфальте выращивать. Вот поэтому это такой подход предлагается. Я переключу. Так, обратно, что ее включает? Посмотри, пожалуйста. Посмотри. Я не понял, переключился на слайд. Ну, вернуться. О, какая хитрая у нас. То есть мы говорим. Ну, да, хорошо. Все, все. А вперед? Она сейчас обратно. Нет, все, вперед пошло. Да, все правильно. Для чего нужны, наверное, пищевые волокна? Помимо того, что они соковые массы, воду удерживают, поверхность для микроорганизмов, сито для токсинов. Они еще важные источники, ведь в природе же не делись на ухо, горло и нос, как мы делим. То есть эта клетчатка – это часть большого организма. Да, там свеклы, я не знаю, там морковки, да, где огромное количество клеток на этой среднеотканной структуре сидит. Да, и мы получаем комплекс специальных органических соединений, которые мы дальше рассмотрим, которые важны, помимо того, что это просто клетчатка. Почему я включил слайд? Синтез короткоцепочных жирных кислот. Потому что один из продуктов жизнедеятельности микроорганизмов – это важнейшие вот эти метаболиты. И эти метаболиты, если вы посмотрите, вправо у меня стоит, это уксусная, пропионовая и масляная кислота. В результате жизнедеятельности микроорганизмов из клетчатки мы получаем вот такие соединения в определенной пропорции. Ключевая константа 60-20-18. Ацетата 60. Почему 60? А его производят многие, практически все живущие у нас. И лакты, и бифидобактерии. Ну, не бифидо. Молочную и уксанную кислоту. А вот пропионат производят только пропионокислые бактерии. А его надо 20. А где его взять? Они не живут у нас в кишечнике, пропионокислые бактерии. Они транзиты. Они попали, ушли. Почему? А потому что человек получал пропионокислые бактерии, собирая яблоки, падалицу или еще что-то регулярно. И вот они сделали транзит, например, 18-24 редко. И все, у нас их нет. И пропионокислого брожения, важнейшего фактора, у нас нет. При этом, что такое пропионная бактерия? Им 3 миллиарда лет, они придумали способ, они не анаэробы. Они как раз без кислородного способа добывают себе энергию. Они производят поэтому фолаты, фолиевую кислоту, витамин В9, о котором мы мечтаем и говорим, что без него будет плохо нам. Потому что это цикл крепца, это наше дыхание клеточное, это наша безопасность, это наши окистительные процессы в печени, нейтрализация токсинов до всего. Основа всей жизни, которая настроилась над бескислородным способом выживания. Важнейшее. Вот у нас сейчас, ну здесь нет, я просто скажу, препарат, где 3 штамма Фредеричи, забыл как называется, циклероз, зарегистрировал. Ну, скоро будет у нас, так скажем, в обиходе. Потому что важнейшее. Но мы, если посмотрите наши рецептуры, везде, где можно, есть задача, мы обеспечиваем пропионными бактериями нашего комплекса. Важнейшее, важнейшее. При этом, что такое синие цепочные и коррупции цепочные глицериды? Это наш жировой обмен, углеводный обмен. Никогда не будет плохого холестерина, там, или там, либо, там, низкой, очень низкой плотности. Никогда. Это здоровье и питание, энергия клещного, эпителия кишечника. Это контроль за патогенами. Их кислота, так скажем, все время тормозит и противодействует их росту. Поэтому такое, вот здесь я выписал эффекты, которые можно получить. Это важнейший фактор. И вы можете посмотреть, что сейчас в терапию многих заболеваний, как же фамилия тоже, ученица Шендерова, вот они за кафальк используют, там, пульмонолог она. То есть входит в терапию тяжелых патологических состояний, как необходимый фактор, метаболический фактор выживания этих пациентов. А вот наши данные по нашим, так скажем, микроорганизмам, которые могут что произвести. Вот ацетат, пропионат, бутерат, ну и молочная кислота, лактат. Для этого библиотека и нужна. То есть мы выбираем то, что они могут или не могут. Вот одни в расход, другие к нам в препараты микроорганизма. И вот на основе этих подходов мы подошли к тому, что мы не просто даем клетчатку, а клетчатку, так и понимая, что у неумных людей есть та микрофлора, которая может с ней грамотно работать, и не вызвать какие-то повреждения или там негативные, там вчера говорили реакции. Мы эту клетчатку этими культурами ферментируем в реакторах. Для этого есть очень важные тоже данные. Почему? Потому что множество экспериментов в последнее время проводилось. Да, роль клетчатки, все говорят, все клетчатка, клетчатка, даешь клетчатку. А когда начали смотреть, то у людей, которые ели клетчатку, особо-то ничего не происходит. С одной стороны, некому работать с ней в кишечнике. С другой стороны, те вот противовоспалительные маркеры, воспалительные маркеры, там белки, они как были, так и есть. И вот там 10 месяцев люди принимают, а вот они не там. Вроде как кал получше стал, еще чего-то получше. А когда начали кормить ферментированными образцами, то получили эффект в течение 3-4 недель. Снижение факторов воспаления, улучшение, так скажем, общих состояний и снижение, так скажем, тестов других. Поэтому работа, связанная с подбором культур к разным типам клетчатки, она очень важна. Я говорил про биопленки, потому что они любят жить слоями, готовые к адаптации, к адгезии уже в виде таких вот структур. Это тоже работа, которую мы проводим, изучаем на разных носителях, включая ту же клетчатку, которая является активной поверхностью для них. Вот посмотрите наши хроматограммы, пики по производству вот этих важных короткоцепочных жирных кислот. Это вот наши штаммы. Вот какие, так скажем, виды клетчатки, какие микроорганизмы любят ферментировать, или, возможно, могут это сделать для того, чтобы потом получился продукт, о котором мы вчера говорили. Тепинар. Вот все помните, когда лактулоза появилась, и лактулоза, даешь лактулозу. Ну, лактулоза – это в основном бифидогенный фактор. Она хороша для вот одного вида микроорганизмов. Инулин хорош для бифидобактерий. Хотя бифидобактерии многие сахара любят есть. Но дальше мы еще смотрим, на какие метаболиты мы получим, так скажем, в каком количестве. Вот про биоселекшн. Вот сейчас мы подошли вот к самому препарату. 30 грамм пищевых волокон, одна порция 15 грамм. Но мы не призываем сразу съедать эту всю порцию. Нужно адаптироваться. Не нужно это все налегать, как говорится. Достаточно третью часть, или разделить в течение дня. Мы же не съедаем целого лося там за один раз. Мы его едим там, ну, в течение длительного времени. Нужно адаптироваться, чтобы ваш организм начал нормально работать с этой клетчаткой. Нужно плавно вводить. Потому что мы очень разные все. Хочу сейчас рецептуру, просто... Да, вот посмотрите. Структура. Пищевые волокон. Кабачок, пюре. Яблочное пюре. Морковное пюре. Ежовик, гриб. Гонодерма лакированная. Вешенка. Шиитаки. Яблочный пектин. Яблочная клетчатка. Кукурузные отрибы. Гречневые отрибы. Грушевые перо. Льняная клетчатка. Рисовые отрибы. Цитрусовая клетчатка. Это только клетчатки ферментированные. Вот такой спектр, да? А дальше мы, конечно, там вот псиллиум. Это, посмотрите, 3 грамма. Ни в одну таблетку 3 грамма. То есть это камень, которая получается из подорожника. Одного из видов. Она не ферментируется. Она набухает. Превращается в такой гель. И является поверхностью ассорбционной для токсинов и так далее. Стимулирует, переставит теку хорошо. Если сразу много применять, может понос быть. Удерживает воду. Потому что часто запор от того, что негде, нечего набухнуть. Нет воды. В воде не за что зацепиться, другими словами. А кишечник так устроен. Хирургия знает. Смотришь, он молчит. По нему пенсентом шлепан. Раз, заперестартирует. То есть когда есть в нем что-то, есть перистальтик. Нет ничего. Он лежит палочкой, веревочкой. То есть должен быть всегда раздражитель. В виде вот такого. Если посмотрите, показывают. Смешные. Вот африканцы тут недавно прислали. Стоит дядька совершенно голый. Длинный. Вот такой живот. И автомат калашникова у него. Ну, может, видели. Вот они сейчас ходят. То есть он клетчатки много ест. У него вздути. Там, да. Худой. Потому что, ну, кузнечики, они мало жиры содержат. Вот. Но с автоматом. Хитозан. Это тоже полисахарид. Это своеобразная клетчатка, которая важна уже животному происхождению. Там, кровообразная и так далее. Ракообразная, точнее. Топинабру. Гуаровая, ксантановая, кайметь. Олигофруктоза. Изомальтит. Ксилисорбит. Это тоже пробиотики. Пробиотики. Они стимулируют и ферментируются микроорганизмами. Аргинин. Глютамат. Вот эти две аминокислоты очень важны. Важны для состояния эпителия кишечника. И вот в эти энпитовские смеси для тяжелых больных обязательно входят глютаминовая кислота и аргинин. Они отвечают за кишечный барьер, за состояние эпителия. И если вы посмотрите на рецептуры, везде будут вот эти важнейшие две аминокислоты как факторы, необходимые совершенно для состояния эпителия. Параминбинзонная кислота. Это витамин для микроорганизмов. Они его любят. И многие наши сульфаниламидные, помните, препараты, это антивитамины параминбинзонной кислоты. Они обманывают микробов и они не могут размножаться. А здесь, наоборот, мы обеспечиваем эти процессы. Цистеин – это тоже важнейшая не для нас, для микроорганизмов подпитка. Группа витаминов. Так, ну, я не знаю, откуда начало. Ну, показания, они такие относительные. Почему? Да, это нормальная еда. Нужно к нам всем каждый день употреблять и привыкать, адаптировать. Это не так много и не так сложно каждый день держать кишечник свой в порядке. А дальше, ну, питайтесь, кто как привык, какие есть ресурсы. Потому что на каждой мы, как говорится, не создадим меню каждому человеку. Одни привычки, возможности, доступности и так далее. И так далее, и так далее. В этом и есть смысл этого препарата. Создать, поддержать, обеспечить микробиом для сохранения и так далее. И так, что вот заболел – попил. Понимаете? То есть для регулярного, ежедневного, прямого. Это суть этого продукта. Отдозировать, подобрать под себя концентрацию. Он вкусный, он приятный. Там нет ни подсластить, там ничего нет вообще. Внесенного, там только естественные вкусы пюре, которые доходят и так далее, и так далее. Вот для того, чтобы эти пюре добыть, потому что колхозники говорят, осенью приходи, урожай будет, мне год ждать этого пюре, там, кабачка или лука-порей, там, или еще. Потому что мы получаем их стерильными. Их нужно постеризовать. Выходят, ну, в бочках под нас. И потом запускать ферментацию. Поэтому там не только клетчатка, но и все, что кабачок имеет, ну, как кабачок, только упаренный. Ну, вода из него, так скажем, улетела. И мы имеем, это, так сказать, ферментация, да, удорожает продукт, но, тем не менее, мы смогли уложиться вот с этими рецептурами, ну, в тот масштаб, в те цены, которые вот, я не знаю, какие сейчас потом расчетные. Еще одна очень важная, так скажем, группа соединений, веществ, которую мы назвали, это наш, по-моему, термин, я уж сам не помню, о чем придумываю, метафлавон. То есть это класс флавоноидов, полифенольных соединений, которые очень важны в нашем метаболизме, из которого производится огромная куча нутриентов. По сути, ну, все знают селемарин, селебарин, да, расторопши, которые мы там, при, гепатопротективны, да, вот, там активные флавоноиды являются. Но их тоже должны переработать микроорганизмы, для того, чтобы они оказали вот эту функцию гепатопротективны. Огромное количество флавоноидов, различных групп, соединений, они классифицируют, ну, допустим, миндолы, вот немножко мы говорили, респиратрол, эпигалокатехины, и много-много-много можно про них называть, и это огромный, так скажем, еще пласт работы для того, чтобы изучать. Но, допустим, известна элаговая кислота. Метаболит, который относится к уролитина, есть такой класс. Биофидобактерии могут ферментировать эту кислоту. И содержится примерно 700 растений, мы знаем, в основном это дубильные соединения, из которых мы можем получать элаговую кислоту. Она очень важна. Сегодня изучаются ее свойства, как сильнейшего противоуспалительного средства, иммуномодулирующего средства, и цитостатического средства. Дело в том, что она включает у раковых клеток апоптос. Ведутся исследования, и сегодня эти исследования доказывают, что онкобольным, люди, которые особенно получают химиотерапию, именно в этот период добавление подобных вещей позволяет улучшить результаты от лечения. То есть именно во время терапии, ну, чтобы была выраженная гибель, некроз. То есть апоптос – это поражение, повреждение пораженных клеток. Кверситин, рутин – всем хорошо знакомы. Широчайший спектр действия. При ковиде мы его назначали, американцы исследовали, советовали усиливать транспорт цинка в клетку. Там и ионофор его называли, да. Усиливает, так скажем, иммунный ответ. То есть огромный спектр флавоноидов, которые мы работаем с ними. Но все они в основном действуют на иммуногенез, улучшают, снижают воспаление, активность циклоксигеназы – это второго типа, ну, который нам медиатор воспаления обеспечивает. И эта работа тоже очень важна, потому что флавоноиды – один из инструментов, с помощью которых мы работаем в наших продуктах. мы их обязаны глубоко изучать и стандартизировать. Вчера мы говорили про интерликин-10, его роль-6, Наталья Анатольевна рассказывал. Так, перевеснул, наверное. Маджит, научи меня еще раз для одаренного электронщика. Назад. Ну, потерял. А, это вперед, да? Да. Ну вот, про белки и крахмалы я коротко говорил. Это важнейшие, скажем, сегодня пищевые субстраты, которые изучаются. И здесь проблема в чем? Чтобы есть вкусный хлеб, который мы селекционировали зерно, мы его сделали пушистым, крахмальным, и вымыли оттуда все релизистентные крахмалы в свое чревоугодие. И сейчас от этого мучаемся, маемся. Вот современные продукты. Рафинированные, ну, как угодно их называйте. Потому что в дикой пшенице, в диких злаках, не так много этого крахмала, который нужно съесть, чтобы такой живой долг, как у того не говорит, ну, человека с автоматом. Ну, я просто... Картинка, на самом деле, очень смешная была. А у нас продукты селекционированы таким образом, что они содержат гораздо больше именно крахмала, который мы переводим в углеводы, собственно, глюкозу. Вот, посмотрите, здесь вот есть табличка. Содержание черный хлеб, белый хлеб, там, спагетти, риск, пюрешка. Их там очень и очень мало. Почему-то в чипсах больше всего оказалось в самом вредном жареном продукте. Ну, вчера, коротко, не понял, там, прогликированные, да, продукты тоже занимаемся этой темой. Вот Наталья Анатольевна тоже нас подталкивала. Она говорит, давайте, давайте. Она у нас очень активный человек. Мы все время на связи, потому что... ну, как напоминалка с одной стороны, с другой стороны, есть куда голову прислонить, помощь получить и больных найти для того, чтобы, ну, что-то проверить. Вот тоже тема, ну, это продолжение темы по флавоноидам, просто их достаточно много. Изофлавоны. Изофлавоны, всем хорошо известный, СОЭ. К нам обратились из Кемеровского мединститута с предложением помочь в теме коррекции женского здоровья, гормонального здоровья в плане профилактики онкологической патологии, там, молочных желез, там, придатков. Потому что у нас давно же женская формула, да, в компании, где мы используем изофлавонные СОЭ, СОЛГЕН-40, так называемый, как активную субстанцию, и женская наша формула, она помогает людям там с климактерическими состояниями и так далее. И вот, когда мы стали изучать, собирать литературу, оказалось, что в Юго-Восточной Азии, в Японии, в Малайзии, в Индонезии, там, где едят ферментированную СОЭ, у них очень низкая заболеваемость раком этих органов мишеней, очень низкая, стремится к нулю. И в культуре питания, даже вот, когда женщина, вот, подходит к критическому возрасту, нет вот этих проявлений тяжелых, предки климактерия, климактерия, да, и эти процессы происходят мягко, есть статистика, есть анкетирование там проводили и так далее, и так далее. Но все они пьют в той или иной степени или соевое молоко какое-то, ферментированное кислое, или соусы, их там достаточно много, в каждой стране там большое количество продуктов. Вот, в чем тут дело? Оказывается, вот эти вот флавоноиды соевые, геностеин и дзиньидин, ну очень трудно произносить, вот, тем более, когда не все зубы свои, вот, дзиньидин, они являются предшественниками очень важного соединения, которое, опять же, ферментирует бактерии. И вот наши пациенты, наши любимые, милые женщины, только 20-30% имеют ту микрофлору, которая может получить нужное вещество из этих флавоноидов. Из-за этой субстанции, это практически солгин-40, это субстанция. Потому что, опять же, дефицит в микробиоте. И это связано с тем, что и вот эти изофлавоны есть в клевере, в семени льна, то есть на Руси тоже много растений. Мы сой уже не выращивали никогда и не ели, а вот то, что ели, там тоже они были. Но мы просто плюнули, не стали делать из этих растений квас, еду, напитки, мы просто стали есть другое. И у нас сразу пошла другая статистика, мы стали лоу-джин, а это делает микроорганизм, это бифидобактерии, только одни умеют, другие не умеют, потому что, если я это не ем, если я никогда не видел Запорож, то я не сяду за руль, ну или там машину какую-то, я не водитель, хотя вроде ноги, руки на месте, и здесь тоже, то есть потерянная способность ферментировать. То есть перед нами стала задача создавать метаболиты, для того, чтобы мы могли ферментировать эти изофлавоны, и не только из сои, потому что она не растет, ее надо вести, но и из других доступных, но у нас и клевер-то, кстати, не все собирают. Вот здесь коротко пистолетный механизм действия. Дело в том, что эта группа соединений, полученных из эквола, он является, то есть это уже метаболизированный комплекс, который не является экстрогеном в плане гормональной активности, он в тысячу раз менее активен. Но если напомню, что у нас есть цепочка метаболическая, эстрогенная, 2, 4, 16 метаболизированные, гидроэстрон, дегидроэстрон, есть метилированный гормон, который безопасен, у них совершенно разные свойства. Вот самые канцерогенные, самые злокачественные, это 16 гидроксиэстрон, которые имеют тропность к рецепторам, я нажал в разы выше, чем нормальный метаболит. Он захватывает этот рецептор, а вы успели посмотреть, или я не перевез его, то есть на два вида, есть альфа-бета рецепторы. Вот в легке, в кишечнике они расположены, у женщин, потому что женщина больше реагирует на эстрогены, чем мужчины. У мужчин только простата, вот включил и выключил, как говорится. У женщин целое созревание, там связанное с другими гормонами очень активно. Но афиность, афиность это сила связывания, как клещ. Ну понимаете, да, не медик. То есть когда мы даем вот эти метаболиты, они блокируют эти рецепторы, и метаболит, который может вызвать канцерогенез, не попадет. На этом основана эффективность наших препаратов с изофлавонами. То есть они будут блокированы, эти рецепторы. Но для того, чтобы сделать это биодоступным, пришлось проводить большую работу. Ну вот PCA, да, вот то, что мы смотрим у мужчин. Я сдаю Маталью Анатольевну регулярно этот тест. Да, кстати, вот интересное по активности витамина 24, это 11 видов цитохрома, который метаболизирует витамин D, ну, что мы называем витамином D. Вот и квол, вот его молекул, структурная, так скажем, молекула, вот 30%. поэтому, когда мы начали раскапывать, мы начали проверять свою библиотеку на возможность инвентировать и нужно было создать методику, потому что нам никто это не говорил, нам никто не принес на тарелочке и сделал ее так. Эту методику нужно разрабатывать, искать стандарты, заказывать их. Вот этим у нас Рома занимается, который вчера читал вам лекцию. И как оказалось, что наш панбиолак ДФМ содержит два штамма от верхней строчки, которые хорошо умеют ферментировать эквол из предшественников. Это вот мне пришла мысль, когда-ка я проверю нашу добавку, которую мы выделяли у женщин, Селиванова Сергея Петрович, вот я рассказывал, это штамма задепонированный, который из 115 мазков мы отобрали 2, 3, 3, что такое, это ацедофильная, козы, это молочнокислые бактерии, которые живут влагающую женщину. И вот две из них оказались эффективнее в плане продукции. Я тогда стал все проверять. 9 штук. Вот здесь вы видите эту таблицу. Ее может быть трудно понять, но где минус 100, это значит съели все, переработали все. Вот правее смотрите, да, это слева направо идет по возрастающей показатели этого исследования. диодзин сейли, дейдзин прибавился, плюс 38, глицетин съели, глицетеин прибавился, геностин съели, геностеин прибавился. это вот метаболиты, там наверху была картинка, как происходит биотрансформация. вот теперь мы можем выпустить новую формулу женщины с учетом этих факторов. Сегодня у нас получается содержит два штамма, но мы должны ввести туда предшественники нужные, чтобы потом они смогли сразу из них производить эти метаболиты. Ну понимаете логику, да? Это собственно наша классификация этих микроорганизмов. Пептиды от белки жироуглеводы. Я эту картинку вставляю, чтобы напомнить, что белки это та форма, с помощью которой можно жить. Это все наши ткани, гормоны, ферменты, половые клетки. Вот все, что ни коснись. Их огромное количество. Семь аминокислот незаменимых. Восемь, точнее, как семенот. И с помощью вот этой конструкции можно несколько раз аминокислот гораздо больше, потому что есть растительные, те же, помните, тианин, аминокислота из чая, которых мы используем там. И вот в голову тоже пришла мысль, как попытаться нам исследовать и приготовить какие-либо метаболики из белковых структур и включить их в рацион, при этом используя обычные пищевые подходы, пищевые продукты. Вот здесь короткая схема, чтобы вы просто вспомнили, что такое олигопептиды, трипептиды. То есть это степень разрезания в нужных местах молекул белка для того, чтобы получить активные компоненты, активные, легкоусвояемые, которые не нужно там перестраивать сильно в печени, чтобы снизить аллергенность этих материалов. То, что у нас происходит в процессе пищеварения, только это мы тоже делаем в реакторе. Очень достаточно много есть литературы, где описываются различные подходы. Мы используем в основном это белки молока, сыворечные белки. Мясо мы не тащим в реактор или парамскую ветчину. Потому что из этих универсальных нот можно получить любую конструкцию в принципе. Если только знать, как это сделать. Вот один из этих продуктов, вы все же знаете, он у нас вошел в структуру наших, в обиход, олигопептан. То есть с помощью многоступенчатого процесса ферментации мы получаем белки с небольшого размера, которые эффективны как противоиспалительное средство. По сути дела мы сравнивали в ней фармакологию эти белки с ибупрофеном. Вот видите у нас джинфлекс, антипурин, о котором вчера был разговор, потому что мы не только, у нас есть разные версии препарата с сорбентами мочевой кислоты, это не только чистый сорбент, который захватывает, но еще и несет противовоспалительное или улучшает реологические сходства, повышает растворимость мочевой кислоты. Допустим, там есть кока дьявола, мартинья и так далее. Ну вот методика, по которой мы исследовали противовоспалительные свойства этого белка. То есть есть стандартный тест формалиновый, когда формалин, вы знаете, это очень такой активный раздражитель, который вызывает гистаминные реакции выраженные, процесс воспаления. И дальше уже исследуется, там ли хвостик отрезается, смотрит глубину поражения, там степень распространения некроза или повреждения желудка и так далее. Вот мы получили, что вот угнетение этих воспалительных процессов составляет 38 процентов активности этого процесса. Вот ипупрофен 39, террафлекс, террафлю 37,9, при этом этот белок является едой по сути дела, которую мы должны сами у себя приготовить и заниматься в организме вот этими процессами. То есть не ксенобиотик. Вот чем отличается еда, для чего мы едим? Чтобы вот это все происходило, чтобы мы жили, не болели, регулировали, а не пили пирамидон с индомидацином или ипупрофен, который потом еще нам повреждает и выключает синтез простагландинов через десатуразные ферменты. Разработанный, сейчас мы не выпускаем еще препарат, мы проверяем регулятор артериального давления. Тоже это на основе ссылочных белков мы ферментировали пептиды с определенной последовательностью, которые имеют тропность к системе брадикенина в нашем организме. То есть это антагонисты, антагиотензин, превращающих ферментов, гормоны, цепочка. И по принципу механизма азотсинтаза, которая из аргинина нам готовит этот механизм снятия спазма. Это же быстро. То есть процессы моментально должны происходить. То есть если мы сегодня понервничали, то нам завтра не надо, чтобы у нас тонус сосудов снизился. Нам что-то надо, чтобы было всегда быстро и оперативно. Это тоже еда. Вот этим богаты лактобацилы херветикус. которые сырные бактерии и другие некоторые виды. Потому что мы сейчас очень плотно занимаемся и сырами, и пищевками. Потому что к нам пришли, говорят, у нас сейчас заквасок нет, сырные промышленности катастрофа. И у нас сейчас целая группа выделена, которая занимается созданием заквасочных культур для пищевой промышленности. Кисломолочные все вот эти, да, это очень серьезная проблема. То, что вымерли все, никого нет. Все готовы просто взять один нам продали, а все говорят, мы вам не дадим. И целые, ну, представьте, если корову не подоили, ее надо, то, что молоко никуда не ушло. А дальше вот по цепочке все. То есть приезжала администрация, подключили Курчатовский центр, ТГУ, мы создали библиотеку, мы создали уже сыр, обучили девочек. вот тоже случай такой, знаете, вот поучительный, вроде был институт СИРа у нас, не один, когда было собственно в советское время садоделание. И был такой на Алтае, в Барнауле институт, он и сейчас есть. Мы через Позняковского, знаете, что мы с Кемером очень тесно общаемся, там был институт, Кемкип, технологический институт, его сейчас реорганизовали. А он говорит, ну живые остались? Нет, сейчас посмотрим. Все же разломали, кафедры разбили. И я, значит, говорю, что да, люди есть, я говорю, ну давайте прием, посмотрите наше производство, как адаптировать, какое оборудование нам докупить, чтобы быстро начать эту работу. А они говорят, а мы не приедем. Я говорю, почему? А мы старые, мы не доедем. 86 лет. Мы теряем, это невосполнимые вещи. Все хорошо закончилось, мы разработали, создали, прошли тестирование по нашим советским ГОСТам сыра, голландский. А производитель говорит, а что это за сыр? Мы не знаем такое. Он еще до революции 200 заводов при Балтике, да, это основной сыр. Сарабской, голландский был у нас в Советском Союзе. А сейчас голландский, ну вот эти, да, итальянские, на тех заквасках. И то есть, я не знаю, как приурочиться к этим проблемам, потому что или у меня в голове там, я не могу это развернуть обратно. И там тоже. И вот мы сами, Александр, говорили, ну давайте будем покупать, я говорю, мы сейчас сыр начнем делать. Его надо делать каждый день. Он зреет, зреет, он отмывал молоко, там на стандартное молоко и так далее. Ну и дальше там историю расскажу, тоже интересно, потому что мы занимаемся сейчас глубокой переработкой уже других тоже материй. И вот создали, мы проверили, исследовали, так скажем, на моделях, на животных, использовали для сравнения ЭНАП, Каптаприл, ну вот эти формы, да, мы получили точно такое же действие из еды сырной, ну вот, которую сферментировали вактобацилус, хилветикус. И эта технология у нас есть, но, понимаете, мы же БАДы делаем, и здесь вот, я не знаю, чтобы не попасть между законов каких-то, да, что мы там регулируем давление, потому что все же вещи такие ответственные и сильнодействующие. Ну, субстанция есть. коллаген. Ну, а сколько время? Показывай мне там, что у меня по времени. Коллаген, тоже тема такая популярная, я вчера очень, я вот, Виктора сегодня нет, он уехал, докладчик, он такой исходный, замечательный доклад, вот, я всегда говорил, вся индийская медицина, восточная медицина, они основаны на вот этих дошах, там, янь, янь, да, это что такое? Это вот, как раз соотношение этого статуса, да, остеяние к термомостеянию и гиперстеянию в степени развития средней ткани. Вот, Илья Муровин, Сталежа Попович, там, или Добрый Никит, что-то не толстый, но разные. Остеяние к термомостеянию, тоже мы и подходы врачебные знаем. И вот, конечно, когда был, так скажем, взрыв, когда появились млекопитающие, да, вот именно появился коллаген, и практически он очень близок у всех, так скажем, живущих на планете живых существ, их можно съесть и перестроить, ну, свой коллаген получить. Очень интересный белок, а мы производим желатин же, ой же, производим пинбольные шары и капсулы, да, у нас много желатина, и из которого мы тоже стали синтезировать собственный коллаген с помощью вот разных форм и получать разные, так скажем, белки разного размера, молекул, так скажем. Вот ферменты справа, которые мы используем, лаколазы, коллагеназы, панкреатины, папаины, это специальные условия, где мы можем пилить коллаген до мельчайших, там получать, получать разные, ну, так скажем, остатки, большие молекулы. Процесс называется гидролиз, можно, как говорится, еще лучше, можно кислотой, но мы делаем это энзимами, потому что это управляемый процесс, где можно с помощью условий и менять в нужном месте резать этот большую молекулу. Вот у нас огромное, гидроксипролин, 12, 124 миллиграмм на грамм, это основные белки, которые входят, там практически все аминокислоты, но вот соотношение гидроксипролин, калицин много, видите, 23, аргинин, это структурные белки коллагена, он бывает там первого, второго, третьего, на самом деле там больше типов, то есть там или он линейную структуру, как веревка скрученная, это сетчатый тип или там и такой, и такой, то есть для каждого, так скажем, участка кожи, ноги, там компактное вещество, свое строение. А у нас смешаны все три типа коллагена, ну вот аминокислотный состав, о котором я немножко сказал, коллагена, вот сравнение нашего мета-коллагена, он побогаче гидроксипролином, чем, ну, контрольные образцы, которые мы там на рынке брали, тоже используем, у нас тоже есть и привозной коллаген, и сейчас, вот у нас индусы уехали, Александр Николаевич сегодня приехал, вчера приехал, да, почему, потому что была встреча с партнерами, которые нам предлагают рыбный коллаген, у нас будет продукт, который тоже очень хорошо свалится на основе рыбного коллагена, ну, слышали, наверное, эту историю, да, тему, вот сейчас ведутся переговоры, первое, так скажем, мы образцы получили, будем изучать, смотреть, конструировать какой-то продукт, вот, на ваш вопрос, у нас все три типа коллагенов используются, дело в том, что мы получаем его, можем в жидкой, в сухой форме, получаем, в жидкой форме, мы получаем, можем различные концентрации, и при этом, по короткой технологии, сразу готовить из него напиток, при этом они доставят, ну, 7000, там, 5000, вот у нас, знаете, да, эти наши продукты, они очень вкусные, у них хорошая органолептика, и они у нас стерильные, ну, говоря о коллагене, вы, наверное, слышали, на рынке, вот, у нас растительный коллаген появился, слышали же, ну, это бреф, типа, подсолнечное масло без холестерина, ну, нет у растений коллагена, вот у них лигнин есть, да, вот структурные, так скажем, компоненты, их каркасы, вот, коллагеном это не называется, но коллаген очень зависим от компонентов, которые участвуют в его синтезе, ведь 45-50% нашей ткани, это коллаген, вот, это ткань, которая строит, ухаживает, подметается, носит на руках наши клетки, вот, так мы устроены, да, и эти условия, которые, вчера, Виктор доклад, замечательное дело, как раз обеспечивают эти синтезы, тканное образование, но они тогда в порядке, тогда они выполняются функции, когда есть возможность их обновлять, поддерживать, эта ткань достаточно инертная, медленная, ну, разные типы коллагенов, синтез, и для этого важны, особые, вот эти аспекты я здесь вынес, и на первом месте поставил кремний, когда я начал заниматься вопросами, вот изучать, я помню, у нас в Томском госуниверситете ребята приходили, они сделали нано-кремний, мы его исследовали, вот, ну, надо и без нано-безопасности, но он потом выпадал в осадок, вообще кремний, это штука такая вещь в себе, вот, интересные, древние, так скажем, мудрецы, относили кремний к мертвой природе, вот все камни, поверхности, глина, это же все кремнезем, кремнезем, песок, вот мертва природа, мертва природа, хотя кремний с углеродом стоит вот так вместе, но углерод, это вот из чего мы сделали, вся органика, а кремний, это сделано неорганикой, и поэтому не может быть, чтобы у нас кремний не играл решающую роль, потому что он доступен, вот, как говоря, рядом находясь, мы его особо не замечаем, вот последняя монография, которая, ссылок было много, это 76-й год, 76-78 год, и тут нашел монографию за 20-й год, где есть новые данные по роли кремния, его метаболизму, и вот, когда мы занимались вот несколько лет назад кремнием, мы не могли бы чем получить, у нас, если вы посмотрите на наши рецептуры, у нас много где, и в Джон Фрейксе, там есть кремния, в виде золы, мы используем этого, не папа, никакого, хвоща, то есть, он много собирает, так скажем, из подстилки, из почвы, бамбук, источником является кремния, его много, его трудно усвоить, это камни, потому что, мы можем усвоить только две формы, мета кремния и орта кремниевую кислоту, то есть, и они могут существовать недолго, вот опять же, как это происходило, вот, у древнего человека не было бутылированной воды, которая просто аж 2-го, он получал редкие, но регулярные, потому что пить хочется часто, из источников, родников, ручевек, речек, которые просто бегут и насыщаются породой, потом она в осадок выпадет, но он попил, то есть, это вот процесс такой, и поступление, вот здесь вот попасть в эту вот дельту достаточно непросто, потому что, когда вот в Чижемту, у них скважины, здесь наш, курортологи исследовал содержание кремниевого, мы его привезли, да, я говорю, ну давай, мы сейчас будем концентрировать, упаривать там в 4 раза, чтобы получить значимую концентрацию, чтобы воздуха не было, в 2 раза осадок, все, камень, белый порошок, ну не в 2, а там в 3 раза, то есть, вот мы подбирали, при этом на холоде, или какая температура среды, он тут же меняется, условия, так скажем, окисления, получилось сконцентрировать, а почему, потому что кремниевый является важнейшим минеральным соединением, которое участвует в сотворении коллагена, эластичность нашей аорты, крупных сосудов, зависит от концентрации кремния в этих органах, он есть в геноме, распределен неравномерно, скотоводы знают, если овечка не бедна, почва кремния, шерсть будет плохая, нечего будет постригать, вот в Сибири один, я, наверное, только баранов выращивал, у меня было отаростой, я-то знаю, вот, то есть, качество шерсти, да, вот, зависит и наших волос, и сосудов, и потом я удивился, получилось в этой работе описано эффективное лечение по осложнению атороскароза, то есть, пациент фарктный, там, еще какие-то заболевания, там, порядка 600 человек с эффективностью 80%, знаете, чем, стабилизированных холином, холин и хлорид, есть форма, ну, всем известный холин, да, он стабилизирует кремний в растворе глицерина, это парорально, и местно они использовали еще различные процедуры, типа фонофореза, там, на пораженные, там, окклюзионные сосуды, я сам не делал, только то, что вот единственное, я нашел такую историю, я удивился, очень-то такие уж серьезные показатели, но, тем не менее, настолько кремний важен, и роль его сравнивает, даже больше, чем витамин Д играет роль в этом, то есть, если витамин Д есть, но кремния нет, считаю, что витамина Д тоже нет, вот такая ксилома получается, и, конечно, вот имея такое богатство, в виде вот, нашего санатория, очень же в том, где день и ночь бежит огромный поток воды, с нужной нам концентрацией, уж бочку-то мы пошлем, как говорится, там, или цистерна у нас есть, вот, мы стали ферментировать коллаген на этом субстрате, то есть, вместо обычной воды, мы использовали концентрат, в два раза, ну, потому что жидкая среда, и получили стабильную форму обогащенного кремнием, ну, мелкоструктурного коллагена, ну, я не знаю, как правильно сказать, так и так правильно, просто это уже терминология. Ну, здесь коротко вот про эти вещи я там и рассказывал. Ну, кстати, очень много кремния вот в злаках есть, интересно, что, по статистике, содержание вот у индусов, там, в Юго-Восточной Азии тоже кремния много, в отличие от европейцев, но он тоже разный, он и в тканях себя ведет по-разному. Есть кремния, которые циркулируют в плазме крови, есть кремния, которые внутри клещины находятся, там разная саталья, в плазме, выводятся там через 2,7 часа, вот, как просто сходил, пописал, все, получил, баланс восстановился. А тот кремния выводится там несколько суток. И вот регуляция кремния, конечно, не до конца понятна, но самое главное, что он активный участник силикопротеинов, то есть, каков фактор белков, силикокремний, который участвует в синтезе, именно коллагена и других структур. кремния. Ну вот, Китай круга не получает в Индии, сколько в Европе кремния. кремния. Зависит от типа питания и потребления воды. Вот ортокремниевая кислота, такая вот мутная, она уже начала превращаться в осаливательную, так называемую, окислительную реакцию, то есть, кремния будет выпадать в осадок. То есть, как только мы отходим от природы, которая у нас создавалась, сразу появляются проблемы, их нужно тут же решать. Вот иди с бутылкой в магазин за водой или иди в речку пей некипяченую воду свежую. Вот проблема сразу. Вот здесь посмотрите слайд по роли кремния. Конечно, имея эти знания, мы обязаны просто кремния включать в наши продукты, которые имеют отношение к этим процессам. Вот защищают от инфильтрации липидами. Еще один продукт, который готов у нас как корректор питания, это Виталий Тифуд. Ну вот про первый продукт я все это рассказывал, рассказывал, да, подготавливаю ко второму продукту. Дело в том, что для этого мы это и работаем. И второй продукт предназначен тоже для того, чтобы вы не наслаждались с утра до вечера, нужно, чтобы вы просто его съели один раз в день. Для того, чтобы свои там рационы, которые имеются, могли обезопасить, снять риски для здоровья, поддержать свой иммунный статус, различные виды обменов. здесь мы используем тоже подходы, для чего мы используем эти пептиды, различные формы ферментации, обеспечить доступный белок, легко доступный белок, который бы не вызывал каких-то негативных последствий, потому что белок, яда, это тоже белки, то есть белок, это такая штука, вещь в себе и очень серьезная. Состав очень сложный, но тем не менее, это как супереда, мы рассчитываем на то, что мы будем поддерживать все основные, не лечить кого-то, а нормальному человеку дать больше здоровья, обеспечить меньше рисков, снять эти риски. Вы видите, вот монозы, рибозы, минорного сахара, которых я вам говорил, антиоксиданты, гидроксицитрат, гидролимонная кислота, она регулирует у нас уровень освоения углеводов. Изамальтит, платиноза, среднецепочные триглицерида, далиоз, различные комбинации масел, гидролизаторы белков, различные белки, различные белки. Ультролизаты, расторопши, коррекция функций печени, поддержка, трансресвератрол, ресвератрол, кверцетин, энтарная кислота, витаминно-минеральный комплекс. То есть задача его поддержать, сгармонизировать ваше питание. Раз в день. Он очень вкусный. Его приятно, легко дозировать. Мне хочется его назвать коктейлем, это не сюсли-мюсли, но это суперфуд. Не знаю, можете придумать название. Потому что я хочу именно целую линейку адресную сделать для костсоставной, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой. Поддержку к этим. Не все мы болеем геморроем, что называется. Но чтобы у человека была пищевая адекватная поддержка. Чтобы он стремился хотя бы к правильному рациону и уходил от тех проблем, которые мы сегодня имеем. вот 20 грамм белка. Это высокобелковый продукт с высокой концентрацией или плотностью белка. В том числе вот еще одна тема, я просто мне уже сигнал показывал, я поэтому быстренько прибегаю. Очень важная тема это другие белки альбумины. Альбумины это очень быстрые белки, очень мелкие, да, есть глобулины, есть там сложные белки, а есть альбумины, которые составляют там более 50% нашей плазмы. У них очень серьезные функции, помимо строительной, онкотической, осматическое давления, все ухожу. вот. Тоже история, это тоже молоко, но другое молоко. Вот казеин это молоко для коровы, для теленка, для нас хорошее наше молоко, да, потому что казеин такой белок, он крупный, трудно усваивается, у него там аллергии различные на него возникают, а когда сыр делают, ферментируют, там хельведик, ну там разные виды мезофильные закваски, там моновидные, там поливалентные закваски, то в сыворотке остаются именно самые мелкие, тут вода, белки, которые сконцентрировать можно, это альбумины, это самые легкие, быстро усвояемые, самые полноценные, самые дорогие по сути дела белки, потому что это ушло в сыр, в бактерии сели, а здесь остается и немножко там еще глобулина, практически совсем мало, и вот из этого продукта потом делается альбуминный творожок, вот так он выглядит, то есть его греют, белок коагулирует, получается вот такая густая масса, которая плохо продается, потому что у него срок годности трое суток, его надо куда-то везти, вот, он достаточно недорог по цене, ведь наши, мы с молочниками сейчас много, я говорю, короче, мы его взяли в оборот, сделали из него совершенно другой продукт, который представляет ферментированный высококонцентрированный белок, при этом остатки лактозы мы ее скормили бактериями частично, они уже съели, когда сыр делали, со всем микрограммой их лактаза это фермент допилил, просто ее там нет, то есть в тысячу сетем раз мы достаточно, ну там, не знаю, эту дозу перевести, там есть табличка, практически это безлактозный продукт, с высокой концентрацией белка до 65 процентов легко усвояемого белка, который можно и в пайки, и как энтеральное питание для ребят из Омска, которые к нам приезжают и готовят подобные продукты, для больных тяжелых, это для наших потребностей, вот этих продуктов, о которых я рассказываю, при этом это не казеины, это не совершенно другие белки, которые абсолютно имеют другие свойства, и вот эти свойства, они настолько интересны, ну вы знаете, сейчас новые препараты пошли, да, которые сахароснижающие, они, человек поел, у него инкретины такие вырабатываются, так скажем, соединения в ответ на еду, которые регулируют появление инсулина и снижение углеводов, есть такое ДПП-4, который рушит этот процесс, он регулирует, и появились фармпрепараты на эту тему, вот, современные, которые регулируют уровень глюкозы, так вот лактоальбумины, они как раз мешают этой ингибирующей активности ДПП-4 и обладают, усиливают гипогликемическое действие вот изначально, вот, вот здесь ссылки вот такие мы сделали, очень интересные перспективы, потому что это тоже оперы, это тоже метаболиты, которые пытаются все почему-то выбросить на помойку, я говорю, знаете, мы корову два года выращиваем, чтобы ее съесть, тут этого белка, сколько, у них там несколько десятков тонн, это упоминать в день, не знает, куда деть, я говорю, мы переработаем, вот, при этом это не дрожжевой там, еще какой-то, вот, тоже сделана технология, вот такая хроматограмма, аминокислотный состав этих продуктов, этого продукта, а вот содержание 44 миллиграмма на грамм и 11 миллиграмм на килограмм, то есть 44 тысячи раз, получилось остаточное содержание лактозы, ну, я два слова скажу про грибы, потому что это тоже целая история, потому что вот, у нас очень реактивный идет стрель, у нас давно грибная тема, я про нее рассказывал, но не на чем произвести, вот, занято, как только мы начали, у нас оборудование уже загружено на 100%, и сейчас мы опять закупаем, и в ближайшее время, вот, переходим, и как только появилась вот эта боговесть, мы сейчас выпустили, два или три у нас продукта будет новых грибных, шуты, очень важные продукты, потому что грибы, это вообще тема такая, серьезной информации, это противораковые препараты, иммуномодулирующие препараты, препараты, влияющие тоже на метоз патологических клеток, на структуру нервного волокна, то, что я говорю про доказанные вещи исследования, которые можно использовать в простых безопасных продуктах на основе редких грибов, о чем Рума я вчера попросил сделать вообще вот такой обзорный про грибы, чтобы потом перейти вот на конкретику на продукты, вот, если коротко, я вот это все буду, у нас кстати большая коллекция некоторых штаммов у нас несколько видов так скажем несколько штаммов, где мы тоже получаем фильтраты, лизаты, очень интересно последовательное культивирование, потому что с грибами можно поженить, подружить, и то, что они не съели, могут дать бактерии наши, типа сахариды, которые они были в питательной субстрате, и потом уже совмещать вот эти полезные свойства издруг вот этих жизней, или как сказать, ростков жизнедеятельности. Вот, которые мы получаем грибы и выделяем, это лентинант из Шиитаки, Моиитаки, особое место вот трутовик разноцветный, я на вас смотрю, потому что у нас будут продукты, которые все очень интересные, очень мощные, на основе трутовика вот этого, да, который содержит выделенные и такие известные на сегодняшний день полисахариды, как кристин ПСК, вот такое слово из Кристин, ПСК, полисахарид Кристин, так и называется, и белок музорин, который оказывает противораковые действия, модулирующие действия. механизм действия вот буквально посмотрите два, то есть, ну, я не знаю, насколько прямое противоцитокическое действие, вот не совсем уверен, но вот в литературе нашел, хотя мы на это не рассчитываем, действия в основном последовательные, через оптимизацию иммунного ответа, и через регуляцию апоптоза, то есть, как тут у них, у всех вот этих полисахаридов, а грибы активно являются бета-глюканы, то есть, полисахариды, определенные структуры, которые я назвал, это все химические полисахариды. И еще у нас есть интересный гриб, еще лилистник, он единственный содержит шизофилан, ну, такое вот некрасивое слово, вот, это тоже полисахарид, который, больше ни где его не находили, который используется для усиления химии лучевой терапии, ты в процессе вот именно лечения этих пациентов, и для профилактики, при этом противовирусное действие, ну, это грибы, это вообще такое, их столько много, и сколько мы мало знаем, вот то, что знаем, оно настолько интересно и эффективно, но не только мухоморы, да, м-холинные рецепторы, м-холинные рецепторы. Вот, про мусорина я вам немножко рассказал, алианоловая кислота, то есть, очень мощный фактор, и вот я хочу, меня уже там остановили, проскочить вот для все же препаратов, один фугарин ПСП, по названию можно понять, что он содержит, это целая программа, потому что в одну банку не вошло, это еще и напиток, вот такой состав с грибами, грибами, и готовы, продукты зарегистрированы на выходе, они даже этикет, статуировочная машина у нас новая, которая термоусадочную такую красивую пленку наклеит, грибы надо только стерилизовать, они же спорообразующие, они могут, если там споро оставить, они вырастут и в пробирке, и в стакане, и так далее, поэтому только стерилизация при определенных условиях, поэтому только стекло. Фугарин, такой, кстати, очень вкусный продукт, экстравир, этот продукт у нас в виде шота, 50 миллилитров раз в день, можно разделить на 3 пьемы, иммуномодулятор, противовирусное средство, вот, черелистик обыкновенный, о чем я вам сказал, про шизофилан, Наталья Анатольевна про интерлекиндей вчера рассказала, рецептура, рецептура, тайны никакой нет, эти продукты у нас уже подготовлены, тоже очень вкусные, напиток, видите, лист, облепихи, оливы, это все противовирусная композиция, чебула, терминали, это тоже противовиспалительные шатфеи, солодка, energy long, еще один шот, для ежедневного использования, поддержки иммунитета, при этом интересное свойство метаболит, который входит туда, это защита и восстановление милинового волокна, это болезнь Альцгеймера и другие нейродегративные заболевания, тоже литература есть, подробнее потом можно будет информацию получить, вот, на основе ежевика гребенчатого. вы видите ириноцин, серинговая кислота, тоже полисахариды, которые активно, ну, мы можем стандартизировать и они являются главными участниками вот этих эффектов. То есть практически я сегодня хотел показать, что мы стремимся нашу жизнь привести к тем законам природы, восполнить эти дефициты не только там, витаминами, какими-то минералами, но и более сложными структурными субединицами, для того, чтобы воссоздать, как-то смоделировать эти процессы у современного человека и обеспечить физиологические течения этих процессов. Спасибо вам за терпение, за внимание, потому что я, наверное, вас уже чуть не усыпил, хотя вчера тоже был день такой насыщенный. Я знаю одно, что вот во все это, что я рассказываю, в эти перспективы вложены уже большие деньги, масштабирование, чтобы всем всего хватало, чтобы это была доказательная база, у нас есть замечательные профессора, замечательные люди, которые все это проверят, докажут, исследуют, помогут нашей компании в продвижении и в реализации этих эффектов. Спасибо вам большое. В течение всей конференции мы получаем много вопросов по продуктам. Я сейчас быстро постараюсь ответить на некоторые, которые связаны с маркетингом, с выпуском, а на медицинские Андрей Алексеевич ответит в конце конференции. Первый вопрос. Когда появится Vitality, ответ Essential в мае, Selection и Green Mix в июне, но мы делаем все возможное, чтобы чудо произошло быстрее. С какого возраста можно применять Candy Fighter с 18 лет? Green Mix и про Bio Selection обязательно ли комбинировать друг с другом? Или можно выбрать один из них и проводить курсы по очереди? Да, эти продукты можно как комбинировать, так и принимать отдельно. Это два совершенно самостоятельных продукта. Можно ли использовать Sopranol Derma? Первый вопрос. На кожу лица? Да. На кожу лица при склонности к гирсутиметизму? Да. Повышенная волосатость, насколько я понимаю. Да, можно. Добрый день. Дальше серия вопросов про косметику. Здравствуйте. Какие новинки будут по косметике? Дальше вопрос. Мы работаем с красотой и омоложением. Какие новинки будут в косметологии? У нас сейчас будет активно проводиться развитие линейки косметевтики Biotel, кулинарная косметевтика. Мы уже сейчас работаем над этим. Далее у нас будет целый новый отдел маркетологов. Несколько будет у нас, которые будут заниматься чисто разработкой косметики. Сейчас мы набираем команду еще дизайнеров. У нас будет отдельная линейка суббренд косметики. Вопрос серии InCaps по косметике. Что будет на замену? InCaps, напоминаю, это была продукция для людей с проблемами акне. Да, на самом деле мы сейчас будем расширять все линейки и связанные с продукцией, с косметикой для проблемной кожи, антиэйдж, для ежедневного пользования. И мы над всем этим работаем. На данный момент, буквально на следующую неделю мы планируем утвердить новую рецептуру, форму и формулу гиалуронового мусса. Дальше мы планируем активно использовать в косметике фильтраты, метабиотики и грибы. Так, по косметике вроде все. Косметику для волос мы прекрасно знаем, что вы все очень ждете, шампуни, бальзамы, маски. Это все тоже в работе. Так, в принципе, все. Сейчас мы бы хотели вам представить уникальный проект, оздоровительный тур с комплексной программой СПА для восстановления организма в нашей легендарной ArtLife заимке. Он пройдет с 9 по 13 июня. Прошу включить видео. Каждый день в суете заботы и волнений мы забываем о самом важном о себе. Лидер российской велнес-индустрии представляет оздоровительный ретрит-тур «Путь к себе и своему здоровью». Там, где силы сибирской природы дарят ощущение внутреннего комфорта и спокойствия. А питание по оздоровительному протоколу без глютена, лактозы и сахара при поддержке микробиотических продуктов Anti-Age Detox настраивает правильное пищеварение и обмен веществ. Опытные специалисты проводят психологические практики и запускают процессы восстановления не только тела, но и ментального здоровья. Работа с телом и висцеральный массаж позволят достичь физической гармонии. Бальнеотерапия с лечебными грязями, таласотерапия и целебный пар русской бани сделают весь процесс восстановления совершенным. В подарок все участники получают кейс продукты орта молекулярной медицины, в которых сочетаются передовые формулы и уникальные биотехнологические разработки ArtLife. обновления и наполнения энергии, легкость и молодость. Путь к себе и своему здоровью самое время начать. СПА-процедура в сауне, бальнеотерапия лечебными грязями, таласотерапия, обертывание минеральными гелями и, конечно же, целебное действие русской бани. Специально разработанный протокол антиэйдж и детокс питания при поддержке микробиотическими продуктами производства ArtLife. И самый главный подарок от компании только для участников тура это продукты ортомолекулярной медицины, которых нет на рынке. Что туда будет входить? Это революционный метаболический продукт с высоко аффективным консорциумом высших базидальных грибов и метаболический комплекс бактерий высокой концентрации. Препарат на основе медицинских грибов, мощнейших антиоксидантов и иммунопротекторов, в том числе и онкопротекторов. Комплекс содружественных транзитерных живых микроорганизмов и ультрализатов. Еще нужно обязательно добавить и сделать замечание, что этот тур будет еще и познавателем. Экскурсия по крупнейшему производству продуктов на Колтай, а также экскурсия по городу Томску с профессиональным экскурсоводом. На этом объявляем перерыв до 14.30. После нас ждет семинар на крайне интересную тему, которую проведет Андрей Гострый по теме Институт инграрно-привитивной медицины. Собираемся в 14.30.